Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки пешу по бездорожью крочили на столицу. Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета. Думаю, ну а что не хватает в Солигорске и горнякам? А не хватало многое, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как здесь сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили во главу угла тогда нашей политики. Хотя-то и зарплату не с чего было платить. Знакомство с производством было связано с тем, что ко мне пришел руководитель и начал докладывать о ситуации на калийном комбинате. И я у него спросил, какие проблемы перечислите? Он говорит, что проблем много, но, пожалуйста, решите одну проблему. У нас белкалий поделен на сферы влияния. То есть каждый имел долю здесь и торговал на международных рынках. Что получалось? 100 человек получают квоту, торгуя на международных рынках, конкурировали друг с другом и сбивали цену. Поэтому вроде и продавали калийную соль, а денег не было. И вот первое, что тогда я принял решение, железобетонно настоял на том, чтобы ваше предприятие все, что добывает, и вы продавали по одному каналу. Вот это было мое первое знакомство с вашими проблемами. Ну, а потом я приезжал много раз к вам. Многое мы после этого сделали, особенно в плане импортозамещения. Беларусь калий, конечно же, национальное достояние. Это наша гордость. Это один из толпов экспорта. В свое время мне предлагали его продать. Вы это помните. Но я сегодня рад, что мы этого не сделали. Естественно, вы же понимаете, что я тогда установил запретительную цену. 35 миллиардов долларов, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена у нас была жестокая. Хотите, покупайте. 50% наполам делите, покупайте. Все наши альтернативщики кричат о том, что переменов, переменов. Естественно, перемены всегда нужны. Но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромная. Никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно. Я государственник. Я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить. Люди хотят жить справедливо. Помните это. Нельзя наклонять людей. Нельзя их наклонять так, чтобы люди потеряли всякую надежду.